Привет всем! Мы продолжаем, как это сейчас модно говорить, наш подкаст, хотя хрен знает, то есть всех жизней это называлось интервью, сейчас это стало подкастами, ну, в общем, кому как ближе. И сегодня у нас очередной выпуск про очередные книжечки, которые специально для нас подобрал мой, так сказать, я про него говорю, что наш Серега Яролян, он король IT-армян. Сейчас же у тебя карьера в основном в этой сфере развивается. Так точно, не литературного критика. Не литературного критика, да, зарабатывает деньги в интернете и очень успешно. На моих глазах парень вырос, я помню его вот таким вот продажником, а сейчас, блин, рулит, так сказать, большими офисами. Но суть не в этом, а суть в том, что ты нам сегодня приготовил, про какие книги мы сегодня говорим? Слушай, я всё гну свою линию про то, что надо разговаривать о том, что актуально сейчас. Конечно. Литература не имеет смысла, если она о чём-то далёком, практически неполезном и не позволяющем сделать выводы полезные сейчас, да, как бы это тавтологически не звучало. Поэтому я предлагаю нам сегодня обсудить книгу со странным названием «Общество спектакля». Это Ги де Бор, француз. Есть ещё там у меня здесь представленная критическая биография о Ги де Боре, но в целом начну с того, что, во-первых, полное имя, это, наверное, к тебе, да, скорее. Ги, Луиз, Мария, Винсант, Эрнест, де Бор. Почему у французов такие? Чьи имена он вобрал? Матери, отца, брата? Слушай, ну, у них точно так же, как и очень часто в Европе, да, они привозокупляют. У него там есть приставка «До» где-нибудь, нет? Нет, только Винсант, Эрнест, де Бор. Ну, значит, он набрал обычно... Слушай, у нас же на самом деле раньше эти все, даже если взять, господи, Екатерина II, Фредерико Августа, там, София и так далее. Но это не так, что только с одной стороны, например, только по-отцовски набранное... Слушай, вот это хороший вопрос, я, кстати, никогда об этом не задумался касательно Франции, потому что я знаю, что в Германии там однозначно по... ну, если мальчики-то по-моему, по-моему, по мужской линии, если девочки-то по-женски. Вот здесь, но Вансанн, это Винсант, это, соответственно, мужик. То есть, скорее всего... Мария. Луиз. Мария, да, Мария как-то... Ну, в общем, я к чему? К тому, что общество спектакля, Он написал в 67-й год, 68-й, я думаю, для нас это пражская весна, для французов это баррикады, студенческие погромы, социализма и так далее, поэтому такой год достаточно интересный, и в целом плеяда французов Камю, Фуко, Сартер, Дебор и так далее очень интересная для анализа, так же, как у нас там 60-ники в искусстве, там вот типа как мыслители, да, такая плеяда, волна целая. Ты знаешь, вот мы не сговаривали, я клянусь, мы не сговаривались, но я в своё время хотел, у меня просто сил не хватило на это, я хотел делать проект, ну он такой тоже немножко получался, парфёновский, я хотел брать года и показывать, какие фильмы снимались у нас и за рубежом, и вот как раз я исследовал 68-й год, то есть там пару картин меня очень сильно впечатлили, особенно американских, да. Отлично, так вот, поэтому, ну, книжка про то, что мы все живём в спектакле, такой своеобразный тип утопизма, есть у него, конечно, знаешь, там типа беспробудность, у него как у Орла, да, в плане, если там смотреть про жёсткость или о том содержание, насколько радикальное, да, то оно как у Фуко, ну там общество надзора, а здесь общество спектакля всё-таки такое, да. А при этом структура книги как у Заратустра, у Ницше, то есть там 100 лет прошло, а человек пишет также там 229, по-моему, пунктов, у него сильно больше, чем у Заратустра, но при этом это одна книга. И чем похож для российского обывателя, во-первых, мы сейчас поговорим, чем это актуально и насколько всё, что он предсказал в 67-м, вот любую пункт можно открыть рандомно в книге, и мы наткнёмся на любое повествование, которое актуально сейчас и для России, и в целом для западного общества тоже. Но с Россией есть ещё ряд параллелей, мне почему-то кажется, что есть типажи писателей, которые, знаешь, как одна книга творения всей жизни. Вот у нас Венедикт Ерофеев, Москва-петушки. Они даже, ну вот Гиде Бора, он больше ничего не создал, хотя там до 94-го, по-моему, жил. Вот у них судьбы, кстати, похожи. Ну, гениальное произведение Москва-петушки, при этом человек потом умирает от рака гортани, по-моему, или как называется вот этот вид рака, когда ты там уже пить не можешь и с шипением разговариваешь. То есть, если взять, посмотреть последнее интервью Ерофеева, с кровати он его давал, записанную уже в начале 90-х, то вот там предстаёт этот человек в таком виде, который с образом, когда он писал в 70-х, да, в 70-х, в каком написано, Москва-петушки, насколько он получается, при том, что тот его герой пил постоянно то алкоголь, то намешанный, ой, то алдеколон, то ещё намешанный какие-то ерунду, что... Прекрасный коктейль слеза комсомолки. И похожие судьбы, похожие периоды смерти, похожие забвения к концу, да, похожие виды, что против, как говорят, литература через борьбу, да, это, знаешь, типа, тип принятия личности внешних раздражителей, есть там борьба, уступка и так далее, вот видно, что через их произведения. А вообще молодой революционер, популярный очень, объединял людей вокруг себя. Интересная история, вот я как-то шёл по Москве лет 5 назад, может, 7, встретил знакомую девушку, которую ещё в 2000-х тесно общались, я говорю, ой, так необычно ты на такой станции, там, ну, пересеклись на обычной зима, слякоть, февраль, по-моему, был. Я говорю, а ты что делаешь? Она говорит, а я как ситуационисты во Франции иду, выбрала электросети конкретной толщины и хожу, изучаю город, пространство они изучали, это французы ситуационисты так изучали, и он как раз один из председателей этого движения был. То есть это необычные способы изучения пространства, вот у них были. Например, вот здесь девушка в Москве изучала через движение вдоль электросети, и ты смотришь изменения. Есть там по, вот, например, Пётр выстраивал город по линии, да, определённой, можно по линии смотреть, можно по крышам, там, как угодно, то есть ты выбираешь обзор для изучения пространства, для понимания, какой ритм жизни и так далее. Есть урбанисты, кто в Америке пространство изучает через виду взаимодействия, то есть, например, магазин, бабушки, которые смотрят из окна за детьми, которые рядом с магазином играют, и, типа, какого общества формируется на улице, то есть разные взгляды. Очень популярный формат изучения в Петербурге по рюмочным, я знаю таких специалистов в области изучения жизни, которые ходят по барам, и вот я так понимаю, что они так изучают жизни. Да, из, ну, продолжая, то вот этот параллель между трагической судьбой Ерофеева и Гидебора, он умер в результате, я думаю, что понимаю, что болезнь лютая, он умер уже скорее, он с суицидом жизнь покончил, выстрелил в себя из револьвера, при этом, по факту, он таким актом сказал, что против, чем он боролся, его поработило. То есть общество спектакля, он сам стал элементом этого спектакля, и это тоже, опять, нам либо задуматься, что одиночный воин не воин, да, либо наоборот, что я воевал-воевал, и вот, типа, сам заканчиваю актом, который лишний раз подчеркивает, что мы все равно все в спектакле, да, а он говорил такие фразы про общество спектакля превратило восстание против себя в спектакль. То есть зациклено из такого спектакля, да, и его в этой смерти определённое есть что-то, да, значит, ну, можно начать там с любого тезиса, но прям даже самый первый является очень... Понятно, что он там в период восстания себя не так сильно проявил, хотя до этого потенция у них была сильно с разных стран, они вели интеллектуальные переписки, встречи проходили, и постоянно обсуждали виды борьбы. Они были леваками, ну, такими крайними через борьбу, которые хотели реализоваться. При этом, когда начались сами парижские события, то там явно королями были совсем уже другие деятели, и гиды бор, и его там приятели окружения скорее впали в такую, ну, ненаблюдательную позицию, но не столь ярый, знаешь, как революцию, там, интеллектуально подпитывают одни, проводят другие, а дивиденды-получатели третий, да, и испокон веков так было. И вот здесь тоже что-то кажется на этом, да, аспекте. Ну, вот из интереса, первый же пункт, да, кстати, я сказал, что похоже на Заратустру у Ницше по тезисам, но по факту еще и у Маркса, да, тоже Фейербах, да, тоже по пунктам шел, поэтому в целом сто лет после Маркса, и это такой популяризатор Маркса на современный лад для того времени, в чем-то у них с позиции сходили, в чем-то он, наоборот, доказывал, что капитализм настолько жуткий и так далее. В принципе, ты, если очень важно литературу, читать ее в контексте, да, вот книга, которая актуальна сейчас, написана в контексте, когда, например, Сартер отказывался до этого за несколько лет от Нобелевской премии, да, потому что она политизирована. То есть мы, когда сейчас смотрим, например, там, Муратову дают премию, и что он говорит? Она в достаточной степени антироссийская речь у него. Он не говорит там про Ассанджа, да, он не говорит про Сноудена, он говорит в основном про все, что связано с Россией. В принципе, Пастернак, да, помнишь, отказывался тоже от премии, но понятно, что там политическая воля на это была высокая, и сын Пастернака рассказывает, что они хотели принять, и радовались, когда эту новость получили, но потом газеты кишили ядом, и они от этого всего отказались, понятно. Но я к тому, что вот в западной культуре социалисты и леваки, в принципе, от капиталистических каких-то историй и позитивных моментов готовы отказываться ущерб там вот такой целостной гармоничного развития и прочее, прочее, да. Ну вот, давай вот первое уже прочитаем, да. В обществах, достигших современного условия развития производства, вся жизнь проявляется как огромное нагромождение спектаклей. Все, что раньше переживалось непосредственно, отныне отнесено к представлению. Это, на самом деле, очень глубокая мысль, потому что вот в современном мире, если ты посмотришь все современные книги, происходящие события в политике и так далее, например, еще раз давай, да, представление отнесено в сторону, ну и теперь нагромождается только спектакль, то есть нет переживаний, есть только представление. Мне это все напоминает соцсети. Да, да, соцсети, вот фильм вот на Netflix вышел, не знаю, успел посмотреть или нет, Don't Look Up с Ди Каприо. Нет, еще нет, 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 еще не видел. Когорта просто героев, мега-возрывная сатира на то, что ученые кудахчут, их не слышит там президент страны, самый экономически мощный, при этом есть хайп технологический, которые там бренды хотят с помощью рекламы и пиара сделать что-то свое. Кстати, про рекламу, про плагиат, про масс-медиа, у него тоже борьба с этим во всем, в книге представлены отдельные пункты, прям посвящены как звезды являются пролонгацией спектаклей, что такое звезда на самом деле, да, то есть вот это там. И фильм, вышедший там, не знаю, в конце 21-го года, является полностью подтверждением спектакля и общества, о котором пишет человек в 67-м году. Двухчасовая сатира взрывает просто сейчас интернет и советую, она чуть затянута, но суть того, что люди не могут вообще договориться, что делать, летит астероид на землю, каждый занят своим. Ток-шоу пиарятся за счет, там, ученые кудахчут что-то. Кстати, про ученые кудахчут тоже забавно, что, ну вот, типа, нагромождение спектакля какое большое, да, вот, недавно вышел альбом новый, Noize MC, который достаточно политизирован сейчас тоже в России, и в нем есть строчки там, жить птицами в метро, чирикать в вестибюле и биться о стекло, декабрь от июля не в силах отличить. Но по факту так и есть, когда мы живем в пространстве спектакля, когда нам навязаны ценности, когда нам инстаграм кишит, там, типа, стандартами жизни, когда капитализм через это, да, там проявляет, что, типа, массовое потребление, потреблятство, да, вот это назвать, то у нас и нет времени отличить декабрь от июля. И метро, это как раз пространство, где ты даже и наверх посмотреть не можешь, потому что неба нет, и ты реально не отличишься. Ну, то есть по курткам, да, но это по людям, да, вот, и ничего не остается, как биться о стекло. На самом деле, получается, там, не знаю, рэпер пишет песни в России, актуальные для сегодняшнего, они полностью соответствуют обществу спектакля. Американский Netflix, самая, там, крупная корпорация сейчас в плане кинопроизводства и, скорее всего, обгонит и Голливуд, да, по стримингу вещания вообще. Есть, кстати, интересная очень тоже книга про саму культуру Netflix, как они это вот добиваются, тоже можем как-то посмотреть, если бизнес-литература, там, твоим подписчикам будет интересно, можем, в принципе, и такое тоже рассмотреть. Очень прикольный стандарт, и как, за счет чего Netflix таким становится популярным в разных странах, потому что культурный код-то разный, и производство контента разное. Ну, покупка фильма «Брат», мне кажется, прекрасный ответ на этот вопрос. Вот, соответственно... Я имею в виду прав на фильм «Брат». Да, ну, и как будто мы никуда не ушли от общества спектакля, и мы живем в нем, и, например, знаешь, как бы есть политические какие-то истории проводить, частично власть хорошо умеет этой повесткой тоже управлять, мне кажется, это даже на руку, вот у нас традиционно, там, тебя часто обвиняют, ты там, прозападный или российско-ориентированный, по факту без разницы, потому что это вопрос, кто как оседлает повестку, например, ну, есть там, например, Навальный и Путин, предположим, да, суть в том, что пока мы обсуждаем, не знаю, трусы Навального, какие-то законы принимаются, и может быть шум вокруг трусов выгоденной власти, да, или наоборот, там, не знаю, идет чемпионат мира по футболу, проводится пенсионная реформа, и, соответственно, мы живем в спектакле и потребляем контент. Нам говорят, вот, смотрите, там, не знаю, расследование против дворцов, на самом деле нам дают какую-то картинку, мы в это питаемся, неважно, это произвол Навальный или не Навальный, мы живем чужой повесткой, которая задается. Да, Матвейчев такой тоже писатель, сейчас, по-моему, достаточно политизированный, политтехнолог, даже депутат, наверное, или кто-то, там, еще во времена, когда философию изучал, он говорил о том, что всем управляет повестка, да, это западная литература об этом говорит, надо задавать повестку и успевать в эту повестку вбрасывать, то есть, по идее, Россия может на международный арене задавать какие-то темы важные, там, ну, сейчас какие повестки у нас, экологический, экологизм, там, глобальное потепление. Ну, в журналистике это называется инфоповод. Инфоповоды, да, да. Соответственно, вот, актуальность литературы такой, чем хороша, что, например, ты сможешь другое произведение, там, «Игры в кальмарах» видел? Нет, тоже. Нет, это я посмотрел. Ну, вот успел, да. Я даже купил костюм, все, хочу в нем провести экскурсию, пока не придумал, как это все подверстать. Вот, ну, и, соответственно, тоже, представляешь, да, есть люди, готовые платить деньги, если мы говорим, там, не прийти на шоу «Бокс» посмотреть, «ММА» посмотреть, «Вестлинг» посмотреть, да, а готовые прийти посмотреть на шоу, как другие выживают. Это же тоже спектакль своеобразный. Ну, это же, ну, это, мне кажется, это… Да, это же еще, ну, господи, с римских времен. Там, шоу гладиаторов еще. Да. Вот по поводу развлечений, у него тоже есть очень хорошая цитата, что развлечение становится пролонгацией труда в условиях позднего капитализма. И, ну, там, наши подписки на ОК, хотим зрелища, покупаем подписку, следим, но мы становимся аморфными потребителями. Мы не генерим контент в этот момент, да, мы просто потребляем контент. И вообще, в принципе, общество, у него было два типа общества разделенных, капиталистическое являлось такое распрысканное, да, такое диффузированное и, наоборот, концентрированный спектакль. Это в таких странах, как Китай, Советский Союз, он приводил пример, что там тоже спектакль, это тот же подвид спектакля, у нас же постоянное противостояние, там, типа, мы, Запад, и там, не знаю, славянофилы внутри страны, и западники там. А по факту он говорит, что по факту спектакль один и тот же, просто, и после падения Берлинской стены он уже писал комментарии в 87-м году, дополнительный комментарий к книге, не потерявшей актуальность через 20 лет, и там уже описывал вещи, которые поднабрались фактологически, и он уже предсказывал, что скоро будет скорее интегрированный спектакль. То есть, раньше был, типа, один вид жесткий, там, например, в коммунистических странах, и такой а-ля Лайт, но по факту все на потребление построено в капитализме, а сейчас станет такой смешанный. И реально, если мы посмотрим, Китай перестроился, капитализм есть, есть, но при этом продолжается там, типа, железная рука. Ну, то есть, человек вообще, ну, у него много критиков, можно и критиков отдельно почитать, но по факту большинство вещей, о которых он говорил, или там, например, у него есть про роль выбора телевизора и автомобиля, все выбирается по указке спектакля. И это условие изоляции одиноких толп. Мы реально являемся одинокими толпами, особенно в период ковида. Мы вроде на связи через Zoom, смотрят YouTube, да, у тебя подписчики, мы гуглим какую-то информацию, но при этом мы одинокие, ну, социальные контакты уменьшаются за счет сидения, за счет масок, за счет, там, невозможно собираться. И мы просто делаем то, что от нас спектакль хочет. Например, там, типа, растет доставка, а не обычный ритейл. Не знаю, потребление контента не в массовых, там, не на масленице, а стриминг, там, и так далее, да. Вот, поэтому это очень такое все, мне кажется, чересчур актуально для нас, да. Например, мы созерцаем Инстаграм и узнаем потребности в образах, да, но меньше осознаем свои собственные желания и потребности. Потому что нам навязывается спектаклем чужие образы, а они же всегда гротесны, да, там, до идеала доведенные. Я думаю, что восточные культуры это очень отчетливо понимают, потому что, если ты посмотришь, как японцы, например, фанатели в свое время от Тату или от Бритни Спирс, да, в целом, там, типа, вот, если ты спортивные холдинги возьмешь, они все хотят выйти на Китай. Там, не знаю, предположим, футболист Арсенала Азил, мусульманин, выступил против перетеснения уйгуров, и Арсенал потерял большое количество контрактов. Там еще один турок в баскетболе, не помню фамилию, в NBA высказался пару раз, и Китай, ну, начал закручивать гайки, что NBA потеряет аудиторию китайскую. То есть, мне кажется, восточные страны понимают степень влияния чужих, инакомыслия такого, да, чужого спектакля и чужой повестки. Если они дают этой повестке и себя в стране разыграться, то кто управляет этими идеями, тот и управляет этими нациями, да. Я думаю, что вот сейчас вот в инфополе и фаервол и прочее, это способ как раз не давать спектаклю, неважно, какому он, чисто капиталистически, интегрированный или еще как-то влиять на ряд населения стран, да. Про изобилие тоже интересное рассуждение у него есть о том, что, ну, это тоже еще вереница от Маркса тянется, чей труд, кому прибавочная стоимость от труда и так далее. То есть можно сначала Капитал почитать, потом уже и Дебора, но по факту очень интересно про изобилие. Ну, я все буду на современный лад прикладывать. Вот условно ты идешь по торговому центру, хочешь кроссовки. Ты одни посмотрел, вторые, там, купил третий, предположим. Ну, все потратил, там, час-два. Кто-то вообще устает и сутками, да, шопится. Есть же болезнь уже даже вот с этим шопингом связана. Не помню ее научное название, но, не знаю, у моей мамы точно она есть, например, представлена. Вот. Я к чему? К тому, что вот при этом предельная удовлетворенность от кроссовок у тебя не наступает высоко. Почему? Потому что ты не прошел еще ряд магазинов, где могли быть еще лучше, дешевле, краша или еще что-то. То есть изобилие не рождает удовлетворенности. Вот поэтому я ношу ублюдские штаны, ублюдские кроссовки, ублюдские футболки, чтобы, то есть мы были как раз, когда это в Владикавказе, мне там надо будет что-то купить. Я просто первое попавшееся дело пошел, потому что я, ну, я работал, сука, главным редактором в шопинг-гиде. Я это все как бы... Как навязывал сам, да? Как бы описывал, да, вот это все. Да ты и аудитории навязываешь свои мысли. Непонятно только, ты западник все-таки или славяна. Я просто пидорас. Не, ну, я к тому, что действительно вот этот период, когда со мной в Москве работал, я, у меня, это моя личная история, я уволился из очень большого крупного журнала с офигенной зарплатой, с потрясающими перспективами, где меня, в принципе, все любили, ну, и как бы, вот, потому что я понял, что я начинаю превращаться в гламурного менеджера. То есть я вдруг начинаю, как бы, ценить костюм, который на меня надет, какой, какая там бирка на эту, то есть я просто это понял. Вовлекся в то, чем... Да, и вот мне надо было вовремя это соскочить, и я сначала уволился, потом вернулся в Питер, обратно вот... Капрашки. К этому дерьму, да, потому что, ну, это... Я очень уважаю стильных людей, в принципе, на какие-то там свои собственные мероприятия там и прочее. Я стараюсь какую-то стиль навести, но одни эти ирокезы что стоят. Но в обыденной жизни я вот это вот все, широкие карманы, какие-то бесформенные футболки, мне это вполне подходит. Да, да, да. Ну вот про товар, да, мы разговариваем про товарный фетишизм. Это же тоже то, что было еще в Капитале, да, поэтому товарный фетишизм никуда не делся. Он только набирает обороты, просто появляется огромное количество новых пространств, где появляются товары, и критика товарного фетишизма, конечно, тоже у него в книге представлена. И, например, там типа товар реально существующая иллюзия, гедонистическая жажда бесконечного экономического роста. То есть мы через товар, капитализм нам навязывает постоянный свой рост. Но этот рост ради самого роста, он не ради благоденствия. Он не ради удовлетворения. Да, он не ради удовлетворения. Он ради денег. А я тебе больше скажу, что это относительно порабощения, например, через товар аудитория людей, там, простого, обычного гражданина. Но между странами это то же самое действие. То есть через спектакль ты можешь навязывать стандарты управления другим странам. Например, что он пишет там, 57-й его пункт. «Общество-носитель спектакля господствует над слабо развитыми регионами не только с помощью экономической гегемонии, но и в качестве общества спектакля. Современное общество в облике спектакля захватило уже все континенты. Спектакль раскинул свои тенеты даже там, где еще отсутствует должная материальная база. Общество спектакля диктует программу правящему классу и участвует в ее формировании». Ну, там продолжается дальше про бюрократию. Мне кажется, это камень в США. Да, то есть ты можешь навязывать ценности. Например, делать там отдых в Сент-Морице популярным. Или хранить деньги, не знаю, Назарбаеву в Лондоне через дочерей и так далее. Делать там, не знаю, модное приобретение яхт. То есть ты навязываешь ложные или даже не ложные, не знаю, какой-то вид спектакля, который там, типа, содержание этого спектакля, там, типа, вхожесть в какие-то круга через богатство. И ты навязываешь эту ценность, с помощью этой ценности ты управляешь над слабо развитыми регионами. Все, то есть конструкция достаточно такая из типичной разделяя и властвуй. Просто не на уровне того, что тебе не надо обязательно порабощать эти страны. Тебе важно посадить зерно мысли в элиты этих регионов. И все, и ты можешь там. Книгу, кстати, которую мы обзор не делаем, но я считаю, что она такая, ну, классически разоблачительная, да. Но меня в свое время очень сильно заинтересовало. Это конец тоже нулевых, начало десятых, точно не помню, когда я читал. Но суть в том, что исповедь экономического убийца. Человек работал экспертом, приезжал от Всемирного фонда и Мирового банка выдавать кредиты разным странам на развитие. И говорит, мы специально рисовали постоянно схему, как будет расти экономика этих стран. Не важно, это Эквадор, Индонезия или еще что-то. Говорит, по факту мы, когда ты приезжал на территорию, где, например, должна быть палатина на реке, ты понимал, что ты нанесешь ущерб огромному количеству племеней, кто тут живет своей жизнью, которым ни эта палатина не нужна, ничего. Для страны, может, и в целом Индонезия, может, какой-то рост должен. Но по факту ты просто порабощаешь их через кредиты. Эти кредиты будут невозвращенными. И тоже рекомендую к прочтению, у кого есть силы, желание и время, в этой части там типа колониальность отпала, как Хрущев, помнишь, требовала его, требуем, чтобы колониальная система, уклад мира был разрушен, там все, в ООН выступал в 60-х. Но при этом колониальность изменилась через денежные институты, там, кредитование и прочее, она полностью сохранилась. То есть тебе пишут программу развития, если ты согласен так развиваться, греться, в ЕС вступила, вся в долгах, свое производство в Эстонии, посмотри, куча своего локального производства разрушена, тебе диктуют, как ради некого всеобщего блага жить. По факту, есть ли это благо, суммарно будет ли кто-то замерять эффективность этого всего, есть ли возможность катиться к своему-то, к чему-то национальному или невозможно, да. То есть правила тебе задаются вне, и ты должен их реализовывать. Но относительно малых стран это еще понятно, я не про Индонезию сейчас, да, а там, например, в той же Эстонии, Армении, Молдавии и так далее, там понятно, знаешь, есть тоже такая геополитическая присказка, что политика малых стран находится вне границ. Тут все понятно, да. Но вот с более крупными там объединениями через, ну, Казахстан уже большая страна, Украина большая страна, но если ты какие-то ценности заложишь, какие-то, не знаю, там, готовность что-то дорогое покупать, и только на Западе. С Китаем это, кстати, тоже проходит. То есть вот непрестанное желание китайских брендов отправить, ну, IT-гигантов, например, или еще каких-то, отправить там, не знаю, в Ниццу на шоппинг своих сотрудников, да. Есть же там, типа, компания, которая 6 тысяч человек отправляет. Лувр закрывает для китайцев специально. Понимаешь, ты ведь больше могу сказать? Вот, ну, я в Бостоне последний раз по 2016 году был, и там едешь, вот мне Жека, который там строительством занимается, вот он говорит, этот дом, этот дом, этот дом, этот дом, это все купили китайцы, они покупают просто по интернету, ну, видать, черный нал, короче, просто они сразу засылают бабла, они просто им показывают картинку, показывают, ну, точнее, говорят, да, окей, берем. А дома, ну, ты же понимаешь, сколько они там стоят, они новые, да, построены. Так что эта тема понятная. Да, ну, про масс-медиа очень много, про форму, да, спектакль – это непрерывное рассуждение, ода, существующий порядку о самом себе, его хвалебный монолог. То есть мы сами воспроизводим, мы сейчас снимаем ролик для Ютуба. Это про блогинг. Да, это про блогинг. Это автопортрет власти в эпоху тоталитарного управления условиями существования. То есть у кого-то есть условия существования, и оно диктует через спектакль, как, соответственно, тотально управлять, ну, рисует автопортрет самого себя, да. То есть, ну, вот и чем мне нравится, опять заделал, да, чем мне нравится, что, ну, открываем любую страницу, и достаточно интересно все там актуально на сегодняшний день. Все, кто занят показной борьбой в рамках спектакля, объединены нищетой. Ну, гениально же, то есть не могут бороться против спектакля. Ну, равенство в нищете, да. Да, да, да. За маской тотального потребления могут скрываться различные формы одного и того же отчуждения. Все они построены на зыбком грунте реальных противоречий. То есть, по факту, чем больше человек начинает потреблять товаров, которые навешаны ему спектакля, тем больше он отчуждается, на самом деле, от других людей. Здесь очень интересно провести параллель, что в этом отношении, допустим, ну, вот система, особенно позднего Советского Союза, которая, с одной стороны, пыталась сделать там некий социализм с человеческим лицом, а с другой стороны, там была очень большая скудность в выборе там товаров любых абсолютно. Галоши одного размера, одного цвета. От еды до одежды и автомобилей. Но ведь, видишь, Советский Союз еще, как я всегда говорю, и все с ним соглашаются, Сникерс погубил Советский Союз и Макдональдс. Ну, я бы назвал кассетку. Да, да, кассету. Я вот сегодня буквально, извини за автобус, я просто, я уже в третий день хожу под впечатлением. У меня просто такие флешбеки. Я посмотрел фильм «The Dirt». «Грязь» про... Это автобиографичный фильм про Мотли Крю, группа. Ну, блин, я сразу пересмотрел все их там концерты топовые, клипы и так далее. И я вот хожу с мыслью, которая мне не дает покоя, что, ну, они там все, естественно, по наркоте и прочее. И вот ты думаешь о том, что, с одной стороны, образ жизни, который они вели, абсолютно, ну, деградированный. Там, Томи Ли, барабанщик, чего творил и прочее. А с другой стороны... Реальные герои Вениска Филиппина. Да, а с другой стороны, во-первых, такие кочевые треки остались. И, ну, они легенды, реально, без базара. То есть четыре человека, которые до сих пор там держат большую аудиторию за яйца. Сейчас они, конечно, не играют и прочее. И вот ты постоянно как бы думаешь о том, что... Они-то как раз очень сильно навязывали, ну, то есть, обществу. То есть они как бы вот... Они вышли, вот мы такие, типа, кушайте нас. И все кушали. Но ведь это... Всем было в кайф. Вот в чем прикол. И вот как вот с этим быть? Ну, вот смотри, ответ открываем. Не знаю, пункт про искусство. Искусство, став самостоятельным. Вот произведение, неважно, это художественное или музыкальное творчество, или кинематограф. Искусство, став самостоятельным, изображает свой мир исключительно в ярких красках. Яркие эмоции, там, типа, отторжение, там, вот это, не знаю, будь то грязь, будь то депрессуха и так далее. То, что обычно к творчеству отправляют, да? Но одновременно с этим сама жизнь начинает тускнеть. То есть ты, типа, уходишь в искусство, потому что там можешь яркости добавить. А почему ты это делаешь? Потому что жизнь тускнеет. Искусство, став самостоятельным, изображает свой мир исключительно в ярких красках. Но одновременно с этим сама жизнь начинает тускнеть. И ее уже нельзя омолодить ничем. В лучшем случае ее можно вызвать воспоминания. Так величие искусства начинает проявляться лишь при полном упадке жизни. То есть чем ярче мы запоминаем какой-нибудь период через искусство, через творчество, на самом деле там какой-то есть упадок социальный, общественный, еще какой-то, который, ну, как бы, как рефреном, как-то должно выражением быть. Я думаю, это и личности отдельных касается, которые выжигают себя, сгорают, или еще что-то, например, суровая какая-то жизнь или личные какие-то вещи влияют там не на Цоя и на Высоцкого, что они напалмом свою жизнь как бы там... Или, да, тот же Брат 2, ты вспоминал, вот туда же, да? То есть типа яркие, молодые, Лермонтов, там, Пушкин, да? То есть постоянно там нарываться или еще что-то. Это вид реализации себя как невозможности там пассивным быть, потому что из тебя что-то... А вот работали бы на заводах, понимаешь, стояли бы у станков, и все бывало нормально. На заводы всем надо идти работать, и не будут никаких вот этих страданий, блогеров, вот этих подкастов и всех этих пидорасов, вот этих всех просто... Ну, в плане энергии у тебя, да, действительно, у самого ее дофига за счет того, что... Соответственно, давай уже долго по кругу не ходить. Про социологию у него есть, про идеи, идеологизацию, контент, плагиат, реклама, пропаганда. Очень много есть. Соответственно, про товарные фетишизации уже тоже поговорили. Или давай традиционно скорее будем скатываться к тому, что... Давай куда-нибудь, давай уже скатимся куда-нибудь в какой-нибудь... Что он сам говорил о себе, например, или в целом, да, какой-нибудь интересный его цитат, и что о нем говорили. Начнем с того, что очень часто традиционно любого мыслителя говорят философ, философ. И он говорил, я не философ, я стратег. Серега, а ты кто, философ или стратег? Я армянин. Понимаешь, а идентификация это очень ситуативная вещь, знаешь, такая типа... А самоидентификация тем более. У нас у всех есть несколько идентификаций, и ты воспринимаешь, как это там ситуативно произвести. Например, один и тот же человек может быть афроамериканцем и профессором. Если он в кругу, не знаю, преподавателей находится, он представится профессором. Но если он дома и разговаривает по скайпу со своими родственниками из Кении, например, он, скорее всего, не будет представляться профессором. И это очень тоже интересная история, что идентификация очень сильно развивается, что она ситуативна. То есть в зависимости от обстановки наш мозг анализирует, и такой, надо выдать какой-то вид идентификации. Почему стратег, и почему это такая сильная мысль, мне кажется, короткая, лаконичная, сильная мысль человека, который жизнь на борьбу положил? Потому что стратегия против... Ну, должна быть стратегия, с помощью которой разрушается то, о чем он пишет, то самое общество спектакля. Те дисбалансы, которые есть в капитализме, ту там главенствующую роль США, институтов, которые там, не знаю, товарную фетишизацию и прочего-прочего, да, про бренды, которые он там описывает. И в своих дополнительных комментариях он это очень сильно... Если бы он был философом, то это скорее модель такая более пассивная, что я против чего не выступаю, я созерцаю, я собираю, да. Хайдеггер в этом плане очень хорош. Сколько у него там, не знаю, как у Ленина, 55-80, сколько? Я не считал ни одного. Да, но очень тяжело, можем как-нибудь попробовать разобрать, мне тоже с трудом дается, но... Не знаю. Мартин, по-моему, за жизнь пару интервью всего, да. Ну, то есть человек-философ в стороне, да, там, и так далее. Ну, кстати, философ-философ Фуррест, там есть и Бертрана Рассела, взяли, философ сильный, поляризатор сильный. Вот. Соответственно, из таких сильных про сам спектакль, что же он называет спектаклем итогово, да? Спектакль – это не что иное, как символ универсального счастья посреди запустынивания и страха, призванного умиротворять страдания. По факту мы все страдаем, мы все в страхе, мы вокруг у нас запустынивание. Ковид прям активизирует, акцептует все эти пункты Гиды Бора, да. И при этом есть некий спектакль, и мы должны себя чувствовать универсальное счастье, хотя на самом деле находимся вот в этих страхах, страданиях, в умиротворении каком-то таком, в болтовни. Вот уникальная история в этой части получается актуальна. О нем, да, очень хорошо сказал итальянский философ, что самая тревожная сторона книг Де Бора – это то, что с каким уже створчением история стремится подтвердить его анализ. То есть, ну, реально, годы идут, человека уже нет, уже жены нет, да? А история лишь только подтверждает то, о чем он писал. Применяются технологии. Конечно, да, да, да. Понятно, что если есть куча книг, которые, наоборот, история быстро опрокидывает. Например, там Фрэнсис Фукуяма, предположим, да, конец истории у него была книга. В начале 90-х очень популярная, что все, капиталист победил, и это конец развития истории, да. Или, например, не знаю, Оскар Шпендлер, там, «Закат Европы». Возможно, он случился, но уже сто лет прошло, мы еще пока не видим, да, в чистом виде. Может, чуть позже это эхо долетит. Но есть книги, которые, там, не знаю, продолжают оставлять актуальность при столкновении с цивилизацией Хантингтона. Кстати, Гидебор про терроризм тоже говорил, что это выдумка капиталистического строя. Не помню, он про именно капиталистический строй или элементы спектакля, который позволяет действующей власти получать карбланш на какие-то виды шагов. И что это очень удобно, когда концентрировано есть некий такой враг, и что этим будут оперировать. А это уже не важно, наша власть, в основном это западная, да, хорошо этим используют, да, вот, некую угрозу терроризма. Я думаю, что наша власть молодцы, что вообще в целом на уровне спектаклями, управлениями и так далее, вот эти все тренды не упускают и тоже могут оседлать, там, какую-то повестку задавать, что какие-то вбросы делать, я относительно своей стороны для своего населения и во внешнем мире. Но в целом без разницы, кто создает спектакль. Важно, что мы в нем живем, и отличить зерна от плеви нам достаточно сложно. Вот, а это, в принципе, основное, что хотелось донести. Ну что ж, даешь, что, революцию, получается, очередную... Или пассивное чтение. ...685-ю. Либо можно, кстати, на экскурсии прийти, получить вам спектакль там, в этом жаском капиталистическом мире. Ну, а если мы говорим про чтение, то я, конечно же, не могу не сказать про свои книги, которые имеются в наличии. Это художественное произведение, остросоциальный роман «Корень». Это «Путеводитель по Невскому проспекту». От «Адмиралтейства до площади восстания. Каждый дом». И это книга о пиаре во время русско-японской войны с большим количеством иллюстраций, большинство из которых публикуется впервые. И еще, друзья мои, я хочу напомнить, потому что многие не знают, что в 2005 году у меня выходил роман от Косяка до штанги. Он выпускался не мною, а в петербургском издательстве. Текст есть в свободном доступе в интернете. Просто загуглите и качайте. Ну, и также книга есть еще в продаже. По-моему, остатки. Она такая маленькая в бумажной обложке, но про стрейт-эйдж и про мою буйную молодость. Значит, я по традиции хочу сказать, что вы пишите комментарии. И, собственно, там предлагаете какие-то варианты. Я, кстати, знаешь чего? Я вспомнил еще одного человека с несчастливой судьбой одним произведением. Грибоедов. Вдруг мне в голову такое пришло. Но тут, видишь, о чем писать. Если ты, например, какой-то Тургенев и напишешь отцы и дети, то вроде актуально всегда будет. Но при этом ты можешь еще кучу всего писать, и те будут вспоминать. Да, ряд. Можно, кстати, продолжить. Предложи, пусть продолжат. В комментарии еще произведения человека одного произведения. Да, кто вот еще, по вашему мнению, как вот есть там группа одной песни, типа там Eagles, Hotel California и прочее. Предлагайте какие-то ваши варианты. Опять-таки не факт, что мы к ним прислушаемся. Но, по крайней мере, мы будем таким образом замерять, ну, так сказать... Индекс вовлеченности. Индекс вовлеченности. Повестку литературную, да, если выражаться нашим языком. Вот. На этом все. Пишите. Увидимся еще пока. Счастливо всем. Пока-пока.